В самом начале войны Владимир Путин обещал защитить в Украине русских. И с тех пор Кремль ведет себя как самый отчаянный русофоб. Все последние годы Москва эксплуатирует мысль о том, что русские вне России немыслимы. Что они размываются, ассимилируются во втором-третьем поколении. Что государство есть тот единственный стержень, на который русского надо насадить, иначе он, русский, становится какой-то дрянью. Отсюда российский вывод. Русских надо переселить в Россию либо в индивидуальном порядке, либо вместе с территорией. Более того, Москва активно продает русскость как пакетный товар. Мол, ежели русский, то обязательно должен радоваться Крыму, Донбассу и требовать казачьих патрулей для всех, кто носит разноцветные штаны. Ежели русский, то должен молиться на кирпичные стены Кремля и на тех, кто в ней лежит. Мол, ежели русский, то в сапогах к Индийскому океану, украинцев к ногтю, искандерами по Лувру и спасительные молебны во имя Архаики. Ни одному кажется, что это бред. За последние пять лет именно Кремль сумел маргинализировать русских на всем пространстве бывшего Советского Союза. Он фактически закрыл им даже потенциальную возможность общественной борьбы за свои права. Сделал невозможным любое их участие в политической жизни той или иной страны. В любом упоминании слова «русский» теперь будет эхом звучать «Крымская весна» и «Путин в виде войска». Кремль убедил всех, что любая организация со словом «русский» в названии – это всего лишь иридента, скрытый агент влияния, ориентированный на Москву, а не на столицу собственной страны. Он свел на нет все усилия тех, кто пытался вписать русских в ландшафт постсоветских стран. Тех, кто считал, что русские могут участвовать в политической жизни не только в роли баба-яги, которая всегда против. Фактически, постсоветский русский сегодня вынужден сдирать с себя все те ярлыки, которые на него навешивает Москва. Потому что в этом зонтичном бренде теперь Вика Цыганова и хирург, Всеволод Чаблин и Рамзан Кадыров, воинственная гомофобия и радиоактивный пепел, шубохранилище и Russia Today. Кремль умудрился начинить русскость кондовой архаикой, мракобесием и шовинизмом и при этом объявляет пятой колонной всех тех, кто с этой начинкой не согласен. А на самом деле нынешняя война – это не война этническая, это война ценностная. Это в первую очередь битва просоветского и постсоветского. Да, именно Украина сегодня стала фронтиром борьбы, флагманом того самого постсоветского, который пытается вырваться из эпицентра реваншизма. Но ее ценности могут разделять кто угодно. Окончание фамилии и кровь тут вторичны. Попробуйте спросить любого кремлевского охранителя о том, возможно ли русские сами по себе, которым нет нужды облокачиваться на прошлое в страхе перед будущим, которые хотят играть по правилам, а не переписывать их, которые могут быть штольцами, а не маниловыми, в перемешку с обломовыми, для которых чувство собственного достоинства важнее, чем возможность грозить шведу со всех возможных пусковых установок. Скорее всего, в Москве вас после этого объявят агентами Госдепа, потому что именно такие русские являются угрозой для Кремля. Они по природе своей противоречат всему тому, что сегодня официальная Москва водрузила на свои флаги. Современная война — это схватка архаики с будущим, и в этой войне Кремль взял в заложники русскую культуру, пытаясь поставить под свои знамена всех моральных авторитетов прошлого. Проблема лишь в том, что вся эта конструкция нежизнеспособна. Все эти разговоры о духовных скрепах — мертворожденные. Невозможно победить в битве за будущее, если в настоящем ты пытаешься возродить прошлое. Попытка Кремля монополизировать все русское, включая литературу, культуру, историю и язык — это обычное рейдерство. Это не что иное, как попытка сделать того же Пушкина и Толстого эдакими торговыми представителями по продаже старых советских имперских фантомов. Но если Москва чего и добилась, так это того, что все культурное наследие России отныне обречено восприниматься с подозрением. И те, кто придут на смену нынешнему руководству России, еще столкнутся с последствиями этого.